Больше тысячи баллончиков с краской и 180 квадратных метров свободного полотна. Было бы желание творить. А желание есть. И с темой определились победы в Великой Отечественной войне. Танки, георгиевские ленты, солдаты с детьми в образах и символах художников-граффитистов никто не ограничивал. Достаточно близко. Дедушка воевал. Но вообще тематика хорошая. 70-летие победы. Да и в принципе, независимо, мне кажется, от юбилея, стоит помнить об этом. Это очень важное событие для нас всех. И жители города, и жители региона. На большой площади очень хорошо, что такая достаточно большая площадка. Очень много хороших ребят, которые рисуют. Конкурс граффити решили провести в администрации Кировского района Самары. Пригласили 8 команд художников, утвердили эскизы. Длинный забор вдоль московского шоссе от проспекта Кирова и дальше из серого и неприметного превратится в яркий и запоминающийся своеобразный вернисаж прямо посреди улицы. Эти ребята как раз и показывают своим примером, что нужно этим заниматься легализованно и на тех заборах, которые разрешение. И рисовать, если можно так сказать, не все, что попало и придет тебе в голову, а действительно художество на радость нашим людям, которые будут украшать наш любимый район, наш любимый город. Итоги конкурса граффити подведут 29 апреля. Победители получат призы. Но сами художники говорят, лучший подарок – возможность рисовать. И с ребятами из этой команды уже заключен договор на создание уличных картин к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в Самаре в 2018 году. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.